Доброе время и суток, уважаемые зрители! Сегодня у нас с вами на рассмотрении такая интересная вещь. Это процессор Pentium 2 Intel. Соответственно, Pentium это торговая марка фирмы Intel. Когда-то он стоил между 650 и 750 долларов. Сегодня, я думаю, самая ценная вещь, которая здесь есть, этот кусок алюминия. Если построить датащит, то золота в процессоре содержится очень мало. Меньше, в самом чипе я имею ввиду, меньше 0,05 грамма. Но то, что мне здесь еще интересно, видите, здесь есть позолоченный контакт. Давайте его разберем, посмотрим. Делать с ним нечего. Я проверял, хотел, может, кому-то его подарить. Никому он не нужен. Поэтому мы его просто разберем. Алюминий пойдет жить дальше. Я думаю, использовать этот радиатор для того, чтобы сделать светильник на LED-ах, на светодиодах. Хороший большой кусок алюминия пригодится в хозяйстве всегда. Когда надо что-то охлаждать. Думаю, можно будет использовать эти болтики тоже. Надо отдать должное производителю. Кроме их хитрых головок, в бултике есть прорез для обычной отвертки. Чтобы мне сейчас не искать какие-то подходящие специальные эллы или еще что-нибудь. Можно использовать обычную отвертку. Ну, в принципе, да. Здесь видим остатки термопасты. Я думаю, это название фирмы, наверное, которая выпускала эти радиаторы. Радиатор хороший. Думаю, это, наверное, самое ценное, что есть в этом процессоре. Так, посмотрим, что у нас здесь есть еще. Я не вижу каких-то особых способов раскрыть его. Видно, что он запаян при горячей сборке. Его просто заварили. Хотя, может быть, есть какие-то заклепки, но их не вижу. Будем ломать. Что я хотел сказать еще про этот процессор. Почему он с таким интересным слотом, так называемый слот 1. В какой-то период времени производители стали перед задачей, чтобы кэш второго уровня сделать более дешевым, но одновременно все равно довольно быстрым для работы с процессором. Поэтому было принято решение разместить процессор и планки памяти кэша второго уровня на плате. Поэтому их вывели на отдельную плату, а уже потом к материнке подключали. Было принято решение подключать через такой слот. Так что, недолго проработал такой слот. Потом нашли другое решение, но в какой-то период времени не были популярны эти слоты. Сразу скажу, что данный процессор относится к так называемым малосодержащим золота микросхемам. То есть, есть процессора, которые намного больше содержат. Этот малосодержащий. Мы видим, здесь есть голограмма такая. Это в какой-то период времени были принято использовать их для того, чтобы избежать подделки. Очень много подделок было. Вот. Вот такой вот был у нас. Pentium 2 с MMX технологией. Pentium 2 с MMX тоже торговая марка Intel. Пластик пойдет в переработку. Так, и здесь мы видим у нас... Сейчас попытаемся... как-то снять. Честно, первый раз я разбираю такие процессора. Поэтому для меня все новое. Новость. Так и для вас. Придется запрос обраться. Стараюсь, чтобы не пораниться. Такие хорошие полоски стали. Ну и, собственно, сама... ...тугалька. Да, здесь есть закруточка такая. Немножко закручивается, но она держала. Здесь еще кусок алюминия. Просто он, я думаю, модирован, поэтому черного цвета. Тоже куда-то пойдет. Ну и, собственно, мы видим здесь сам процессор. У нас в термопроводящей пасте. Вот мы видим чип фирмы NEC. Была фирма когда-то такая. Производила электронику. Не знаю, сейчас они живы или нет. Я думаю, в них тоже содержится золото. Ну, давайте попробуем сквернуть процессор. Если нам получится, не получится. Его придется, я думаю, отпаивать феном. Мне кажется, он там... Так, не получается его сорвать. Я думаю, он припаян. Мы его просто прогреем феном и он отвалится. Ну и, собственно, вот это, я думаю, и есть микросхема кэша второго уровня. Которая должна была быть рядом с процессором для быстроты действия. Давайте посмотрим, что у нас здесь находится. Она, я думаю, под лаком, наверное, медь. Да, под лаком, медь. Ну, она и ожидалась, потому что тогда уже начали экономить на золоте. Собственно, процессор должен был быть достаточно сильным и достаточно дешевым. Поэтому были приняты такие разные ухищрения. Если мне не изменяет память, тогда на арену вышла фирма AMD, которые составили серьезную конкуренцию Intel на тот период. До этого, в принципе, Intel был монополистом таким серьезным на рынке. Никого у него не было, сильных конкурентов. Но в тот момент, когда появился AMD с более дешевыми процессорами, пришлось как-то воевать за рынок и удешевлять, и улучшать свою продукцию. Что нам еще здесь может быть интересно, если посмотрите сюда. Вот вы видите такие конденсаторы коричневенькие. Вот, видно, да? Маленькие. В них есть палладий. Небольшое количество палладий, оно есть. То есть, можно отдельно собрать, потом переработать. То есть, я понимаю, когда маленький один такой делать не меньше, но если вам будет попадаться много такой электроники разной, в которой они довольно часто встречаются, эти конденсаторы. Если их откладывать, то можно или самому переработать на палладий, или продать выгодно. Хорошо покупают. Вот еще хотел обратить внимание на вот этот конденсатор коричневенький. Если вы видите, смотрите мои видео постоянно, то я постоянно, когда их вижу, я не поговорю. Это конденсаторы, содержащие тантал. Это самый тугоплавкий металл, насколько я знаю. Температура плавления штоково 5000. Вот, и его покупают, эти конденсаторы покупают на лон танталовый за очень хорошие деньги. Если посмотрите, почем покупают у вас в регионе, вы будете приятно удивлены. Просто напишите, танталовый конденсатор, продать. Цена, купить, ну, что-нибудь такое. Вот, посмотрите, почем их принимают. Тоже, если вам встречаются, просто откладывайте в сторону. Рано или поздно они вам пригодятся. Вы просто продадитесь, заработайте хорошие деньги. Вот, что мне интересно отсюда будет. Ну, я соберу, конечно, конденсаторы. Посмотрю, что внутри этого чипа. Ну, это больше интерес академический. Я не буду золото из чипа добывать, потому что там надо азотная кислота. В принципе, тяжело ее достать. Чем я занимаюсь, афинажем, это вот этих вот контактов позолоченных. Я просто сниму эти контакты. Вот, их можно отделить легко при помощи смеси соляной кислоты и перекиси водорода. Обрезайте эти контакты, бросаете прямо с пластиком смесь солянки и перекиси. У меня есть видео, можете посмотреть. Я уже не один раз отделяю так золото. Смесь солянки и перекиси разъедает практически все металлы. Но по порядку. То есть, если надолго-долго оставить, у нас есть, конечно, золото. Но до этого у нас есть медь и никель, которые находятся, или олово, находятся в подложках, на которые нанесено золото. То есть, если вы бросите туда на недельку, так полтаете чуть-чуть, то вы увидите, как золотая фольга отваливается. Ну, или можно безхимическим путем это сделать. Я тоже снимал видео. Просто нагреть хорошо паяльник и провести снять всю эту золотую фольгу для дальнейшей обработки. Ну, так вот, небольшой у нас был обзор про процессор Pentium 2. Что ценного с него я нашел и вам рассказал. Здесь есть конденсаторы, есть золото. Золото также есть в микросхемах и в процессоре. Ну, и, конечно, хорошие куски алюминия, которые всегда в хозяйстве пригодятся. Я надеюсь, вам это видео понравилось так же, как и мне. Если да, ставьте пальчик вверх. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Обязательно отвечу. Если что-то не понравилось, ставьте пальчик вниз. Пишите, что именно. Всегда готов к диалогу. Ну, спасибо, что посмотрели. Всего хорошего. Пока-пока.